Молодых бесед Но они уже желтые, красные, в этом разноцветии У меня есть фотография конца 49-го года, где мы с мамой сидим вот здесь, на скамейке, перед памятником Пушкину И каждый раз мне читали что-то новое из Пушкина, из его произведения для детей Никогда не понимал, не знал, что такое лукоморье Но если Пушкин написал лукоморье, то я думал, что это обязательно здесь, где же еще? 19 октября большой праздник, мы отмечаем день лицея И еще со школьных времен меня стали приглашать сюда почитать стихи Пушкина Даже сохранились некоторые программки, где перечень артистов со званиями, народные, заслуженные и так далее И дальше ученик такого-то класса и мое имя Я удивительно чувствую связь вот этого искусства живого поэтического слова С теми историческими эпизодами из жизни героев пушкинских произведений, его самого Я понял, что вот именно этим я хочу заниматься историей русской культуры, историей русского общества Екатерининских времен, Александрских времен То есть вот конец 18-го, начало 19-го века Я вот уже 36 лет директор Всероссийского музея Пушкина И разумеется, я очень счастлив и доволен, что это произошло именно так Когда я иду по Петербургу, выхожу, скажем, с мойки 12 из дома, где была последняя квартира Пушкина Иду мимо Эрмитажа, мимо Дворцовой площади, иду мимо Адмиралтейства Я существую одновременно в двух временах И в сегодняшнем дне, и во времени моих героев Критик Виссарион Григорьевич Билинский написал прекрасные слова Поэзия Державинская есть прежде времени явившаяся поэзия пушкинская А поэзия пушкинская есть вовремя явившаяся поэзия Державинская Идея создать музей Державина появилась у меня в голове, во всяком случае, возникло лет в 15 Когда я начал читать Державина, и думаю, потрясающе, такой потрясающий поэт Было бы здорово, если бы существовал его музей Надо пойти посмотреть, что в этом доме Я приехал на Фонтанку, увидел ужасающие коммунальные квартиры Ни в одну из них меня никто не приглашал, кроме квартиры, где был когда-то кабинет Державина Уж я не помню, какими словами я уговорил жителей этой двухудобной квартиры меня туда пустить Я вошел, и первое, что я увидел, полукруглое окно, оно никогда не перестраивалось, как это было при Державине А над ним маленькая мраморная дощечка, она сегодня у нас хранится в экспозиции музея Державина Нам было написано, здесь был кабинет Державина Я начал этим заниматься буквально в 1988 году, чтобы нашему музею передали это здание Я говорил о том, что вся великая русская литература в золотом веке началась с Александра Сергеевича Пушкина А город наш основан в начале XVIII века И целое столетие русской литературы, столетие, в котором жили и творили и Ломоносов, и Державин, и Фанвизин, и Крылов начинал, и Жуковский Оно не получило своего музейного воплощения, а это совершенно необходимо А это самый литературный дом нашего города Потому что именно здесь, в доме Державина, собиралась вся русская литература И ровно 20 лет назад, в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга, мы открыли там этот замечательный музей Я думаю, что велика заслуга семьи, родителей, дедушек, бабушек в воспитании человека Но место, где он родился, где он провел первые годы своей жизни, ничуть не менее важно А подчас оно даже диктует и определенные настроения, и определенные поступки Конечно, я счастлив тем, что я с детских лет возрастал здесь, в Царском селе Где все напоено Пушкиным, его гением и удивительной музыкой его стиха Субтитры сделал DimaTorzok